привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы обсудим один вопрос из области гидродинамики которым постоянно задаются наши зрители они спрашивают вот вы учли статическое давление потока но почему вы не учли динамического давления и я регулярно отвечаю что никакого динамического давления нет хотя существует такое понятие как динамический напор но как же так говорят они вот смотрите вы сами утверждали в ролике про шарик струе что давление воздуха внутри струи равно атмосферному и как тогда получается что эта струя с атмосферным давлением внутри нее давит на пластинку отклоняет ее и с вот этим вопросом мы сейчас и будем разбираться а вторым источником разговоров про динамическое давление конечно же служит уравнение бернули когда человек смотрит на три его члена и говорит рожа аж это же гидростатическое давление правда мы это в школе в седьмом классе проходили и п это давление ну значит рова квадрат пополам это давление здесь написано сумма трех давлений но это утверждение неправильное давайте мы сначала рассмотрим ситуацию в которой жидкость неподвижно гидростатика так чтобы шли третьего слагаемого общения было и посмотрим на вот эту формулу рожа аж плюс п есть константа но ведь школьная формула выглядела по-другому она выглядела так п равняется рожа аж давление растет с глубиной которая отчитывается вниз от поверхности а эта формула говорит что чем больше аж и соответственно чем больше член рожа аж тем меньше давление потому что их сумма постоянно и здесь аж отчитывается от какого-то уровня снизу вверх это вовсе не глубина отсчитываемая вниз и чем выше мы поднимаемся чем больше становится член рожа аж тем меньше становится слагаемое п давление и ровно с таким же как бы вот подходом надо глядеть и на ситуацию когда у нас имеются все три слагаемых ну или например когда гидростатического слагаемого нет но зато есть динамическое слагаемое ру в квадрат пополам а теперь я рассмотрю горизонтальную трубу по которой течет вода вдоль линии тока высота аж вообще не меняется член рожа аж можно выкинуть у нас остается два слагаемых п плюс рове квадрат пополам ну я сюда прямо в трубу помещу такую микроскопическую желтую подводную лодку из которой торчат датчики давления наружу и эти датчики показывают вот это давление по ничего больше а вот этот член ровый квадрат пополам никак себя пока что не проявляет но у нас поток течет и течет и лодка движется вместе с ним а проявит он себя если мы к примеру поставим на пути этого потока стенку тогда вода будет налетать и растекаться в две стороны а вот эта центральная линия тока вообще упрется в стенку ну и давай-то я другие линии тоже нарисую вот так вот так а эти вверх пошли и вдоль этой линии тока теперь надо посмотреть на то как себя ведут вот эти два слагаемых значит здесь у нас было течение и какое-то давление а здесь течение останавливается член ровый квадрат становится меньше и вообще в этой точке падает до нуля но соответственно давление в этой точке на стенке вырастает максимально но и вообще она вырастает в этой области туда куда попадает струя и в самой струе и именно градиент давление вот она здесь максимально наружу она падает разворачивает вот эти струи ведь что-то должно на них действовать чтобы они повернули ну и таким образом про этот член ровый квадрат вот здесь надо говорить как про давление возможности он может обернуться повышением давления если струя затормозится но и точно так же он может обернуться и понижением давление если струя вдруг разгонится и вот эта связь между давлением и скоростным напором сумма которых есть величина постоянная вдоль линии тока используется в таком приборе который называется трубка пито и он предназначен для измерения скорости воздушного потока про трубку пито у нас есть отдельный ролик там мы показываем эксперименты которые мы с ней делаем я рекомендую вам этот ролик посмотреть ссылочка на него будет под текущим роликом а здесь я нарисовал трубку пито в разрезе у нее имеется центральное отверстие на ее передней части и отверстие на боковой части и оба эти отверстия подведены к датчику давления но фактически нас интересует разность давлений в этой точке и в этой точке что измеряет вот эта боковая трубка она измеряет атмосферное давление в окружающем воздухе а вот здесь у нас центральная линия тока она натыкается на лобовую часть трубки пито и здесь возникает зона повышенного давления поскольку эта точка застойная давление как раз и повышается на величину рв квадрат пополам поэтому зная разность давлений на двух датчиках мы знаем и величину рв квадрат пополам и можем найти скорость потока а теперь наш традиционный заключительный вопрос и в этот раз он будет совсем простым первое и третье слагаемые из уравнения бернули я уже вычеркивал а теперь я возьму и вычеркну второе слагаемое и спрошу а какой физической ситуации соответствует вот такое уравнение ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе